Научные фантастики Конечно, стоит вернуть еще одну пайку. Да, пожалуй, в мире звездных войн громадной ошибкой императора Палпатина было то, что он не слушал придворных астродинамиков и одобрил перемещение Звезды Смерти и зон около дочек Лагранжа. Если бы нет, то, возможно, все было бы совсем по-другому. Что у нас есть еще? Еще у нас есть, конечно же, законы Ньютона. И вот здесь уже есть такая проблема. Мы говорили для взрослых и детей, а мы тут никуда не денемся без дифференциальных уравнений. Но ничего не поделаешь, можно объяснить это следующим образом. Вот у нас есть какие-нибудь уравнения алгебраические, у которых параметры это просто величины. Скаляры, например. x квадрат в квадрате равняется единице. А здесь у нас аргументы это функции. У нас здесь аргумент r от t, где r иногда может быть d квадрат, но совершенно не обязаны ей являться. А загадочное обозначение d означает, что мы должны взять очень-очень маленькое изменение величины r от t, деленное на очень-очень маленькое изменение аргумента r от t. По-моему, прозвучало максимально странно, но вот этот господин Исаак Ньютон, он примерно так в свое время это и описал в своих учебниках. Начало натуральной философии, насколько я помню, примерно так называется. Назвал он эту штуку флюксия. Ему повезло, ему пришлось сначала работать не с моделями космического полета, а всего лишь с моделями течения жидкости. И флюксия у него обозначала предел бесконечно малого потока жидкости. Это будут, по-моему, самые страшные формулы, которые возникнут. А раз есть у нас такие гадские уравнения, у которых аргументы это функции, значит, есть возможность рассмотреть другие функции, которые при подстановке в них, как аргументов, функции решения этого уравнения будут сохранять постоянное значение. И они называются первые интегралы. Например, что можно привести в качестве примера первого интеграла? Мы, по идее, должны помнить такую избитую фразу, что полная механическая энергия сохраняется. Вот полная механическая энергия – это один из первых интегралов. На самом деле, здесь они как раз и приведены, но мы сейчас схитрим. Мы это пропустим и забудем, но сначала я прошу вас запомнить, что у нас есть вот такая штука – орбитальный параметр. Когда дальше встретится В, давайте помнить о том, что это орбитальный параметр. И второе, что у нас есть математическое доказательство того, что в отсутствии возмущающих факторов орбита планеты, орбит спутника, простите, сохраняет свою плоскость. А это геометрическое доказательство того, что в такой системе моделей наша траектория – это конечные сечения. Эллипс, гипербола или парабол. И на самом деле, здесь зашит еще один факт. Смотрите, мы эллипс можем начать раздувать, взять и превратить его в параболу. И парабола таким образом представляет собой эллипс с бесконечно большой плостью. И давайте представим, попробуем, вернее, отвечать на вопрос о том, а в терминах полета спутника вокруг планеты, что означает вот это устремление большой полуоси к бесконечности. Вот я утверждаю, что это соответствует тому, что спутник покидает зону притяжения планеты, достижение второй космической скорости. И дальше будет математическое подтверждение, ладно, мы пропустим, вот, математическое подтверждение этого факта. Раз у нас энергия, это один из первых интегралов, значит, у нас есть классификация орбит спутников по энергии. И теперь мы с вами можем смотреть свысока на тех, кто думает, что первая космическая скорость, это всегда константа. Это не так. Первая космическая скорость, это константа для круговой орбиты конкретного радиуса. На разных высотах скорость, которую нужно развить для того, чтобы остаться на замкнутой круговой орбите, разная. Более того, мы сейчас вот из такой абсолютно школьной формулы вывели еще один факт, важный для планирования полета космического аппарата. Так. Чем выше у нас летит спутник, тем его скорость получается меньше. Чем ниже летит, тем больше. И это тоже используют. Ну, первое, что приходит на ум, когда это нужно использовать. Раз скорость спутника меньше, значит, чем выше спутник, тем нам проще за ним будет следить. Не нужно очень быстро за ним поворачиваться. В идеале, конечно, чтобы он был стационарным, чтобы он висел на заданной высоте, но на одной точке. Такие спутники есть, и они почти все примерно на одной высоте висят. Геостационарная орбита называется. Ну, это мы уже видели, и, пожалуй, то, что оно встретилось нам раньше, нам довольно сильно помогло. Так. Ну, что ж. Значит, первое, мы уже увидели, с чем работают специалисты по астродинамике. Требования к космическим аппаратам. Для чего, на какую орбиту нужно запускать. Раз на разных орбитах разная скорость, значит, с этим можно играть. Второе. А как вообще интерпретировать то, что мы насчитали? Для того, чтобы это правильно интерпретировать, нужно работать с различными системами координат. Вот, пожалуйста, наши два любимых примера. А наши любимые примеры, это в зависимости от того, где спутник летит. Если около планеты, то первое, это планетоцентрическая система координат. А вот тут, пожалуйста, наша эквотериальная плоскость. Знакомьтесь еще раз. А второе, это системы координат, которые связаны с самим космическим аппаратом. Например, нужно нам телескоп куда-то навести, значит, нужно как-то работать с величинами, имеющими координаты в системе координат, привязанной к космическому аппарату, либо к телескопу. И здесь можно играться еще и следующим. К чему привязывать системы координат, и куда направлять те оси, в которых мы работаем. Например, вот тут для одних задач удобно, наверное, направлять оси либо к планете, либо от планеты. Для других удобно направлять оси по касательной карбите, или в противоположную сторону. Для третьих задач удобно направлять оси либо по нормальной карбите, либо в противоположную сторону. Мы приближаемся к одному из таких самых серьезных вопросов, как нам корректировать параметры орбиты. Мы уже увидели, что у нас орбиты это конические сечения, и они ну просто уж очень красиво могут стыковаться. И вот, пожалуйста, пример того, как на этом можно играть. Наши два любимых управления, по которым мы можем выдавать маневры, маневры, понятно, действия направленные на изменение параметров движения. Это касательная к траектории и нормальная к плоскости, в которой эта траектория лежит. И здесь, опять же, из тех страшных формул выведены формулы максимально примитивные, на которых демонстрируется, что маневрировать в таком направлении гораздо проще, чем маневрировать вот в таком направлении. У нас оказывается, чтобы повернуть орбиту хотя бы на один градус, нужно затратить довольно много ресурса. Откуда у нас взевать вот это дельта-в? Там дальше у нас будет пояснение, но пока давайте вообще по аналогии с тем, что мы рассмотрели, подумаем. Каждой орбите соответствует своя скорость. А значит, мы имеем с математической точки зрения право работать в этих терминах. Нужно перевести спутник с орбиты одной на орбиту другую. Значит, нужно посмотреть, как изменить скорость. И дальше, если нам хватит на это топлива, то хорошо. Если не хватит, нужно думать, что с этим делать. Такое изменение скорости называется скоростью характеристической. Величина, на которую нужно скорость изменить, чтобы достигнуть цели манёвра. И дальше можно планировать всё, например, вот в таком стиле. Он очень удобен, потому что здесь вообще нету каких-нибудь страшных степеней. Тут после перемножения получаются линейные величины. Есть орбита целевая, есть орбита стартовая, есть орбита переходная. Мы сейчас на двух слайдах сожмём в ничто несколько, как минимум лет, как максимум десятилетий вычислений и научных мыслей. Это двухимпульсный перелёт имени Гобана, как минимум. Значит, орбита стартовая, орбита финишная. Система ограничений на самом деле, с одной стороны, гениальная в своём безумии и затея, с другой стороны, совершенно нормальная математическая операция. Выбор удачной системы координат. Мы можем вот в такой плоскости понять, что наши траектории соответствуют вот таким простым графикам. И когда эти графики пересеклись, значит, в этой точке зашифрованы параметры нужного манёвра. Да, там и есть Гобановский переход. Он вот такой. Так, значит, пояснение. Вот тот дядь Кабачка, это, собственно говоря, математик Гоман. Бородатый учёный, это профессор Викчинин, известный деятель советской авиационной науки, потом космической науки. К сожалению, не дожил он до космических полётов, он умер в 1950 году. А ниже, вот этот, такой своеобразный господин, товарищ, это Цандер. Тот самый, который аж в 20-е годы уже продумывал, как правильно организовать путь космонавтов. Первые расчёты на тему переработки ресурсов в космическом аппарате, это тоже его рук дело. А вот такая, ну, геометрическая схема вот этого двухимпульсного перелёта. Видите, двухимпульсные перелёты бывают разные. Совсем красивые, которые очень младенько стыкуются, и некрасивые, которые стыкуются не младенько. Для разных целей свои перелёты. У нас тут был вопрос, а почему некоторые летают к Луне дольше, чем другие? А они следуют советам Арии Абрамовича Штернфельда. По совместительству они следуют необходимости увязывать время перелёта и затрачиваемый ресурс. Как бы всё просто, чем дольше мы летим, тем меньше мы потратим ресурса. Вы не думайте, это никакая не оговорка. Если мы должны от одной планеты до другой долететь быстрее, нам нужно очень мощно вложиться. Нам нужно, помните, очень сильно изменить скорость. А если мы потерпим, и скорость будем менять мало, то и характеристической скорости затратим мало, но и лететь будем дольше. Ну а по совместительству, вот, можно полюбопытствовать, только подумайте, у кого много ли найдётся учёных, у которых надгробный памятник выглядит как натуральный памятник древней цивилизации? У него на Новодевичьем кладбище, на надгробном монументе, ну, собственно говоря, изображён знаменитый трёхимпульсный Штернфельдский перелёт. Штернфельдские перелёты любят меньше, чем двухимпульсные, потому что, видите, очень далеко приходится от старта и от цели отлетать. Но экономия топлива того стоит. Дальше у нас, до того, как будут красивые картинки с карбалами, у нас два классических исторических примера. Как же мы решаем... Короче, зачем всё это нужно? Кому мы поможем всеми этими страшными формулами? Во-первых, в широком смысле мы, в своё время помогли связистам для вывода спутника на геостационарную орбиту. Наверное, помним мы такой классический рассказ о том, что если космодром не на экваторе, то выводить спутник на экваториальную орбиту неудобно. Ну и, естественно, пользователи Байконура тоже с этим сталкивались и сталкиваются. А что же делать? А вот давайте вспомним, что у нас там, где был манёвр по изменению наклонения, была эта волшебная скорость исходная умножить на тангенс угла между орбитами. Значит, если скорость исходная большая, то и дельта В большая. Если маленькая, то и дельта В маленькая. Ну так и, как говорит один мой коллега, есть план-капкан. Давайте мы построим такую шикарную переходную траекторию, которая не окружность, а эллипс. И которая пересекает экватор, во-первых, примерно на той высоте, которая нам нужна, а во-вторых, в точке, соответствующей самой дальней точке эллипса. Там у нас скорость будет маленькая, потому что мы помним скорость, скорость в числителе, параметры в числителе, а высота в знаменателе. И там уже будем изменять наклонения. И для выведения на геостационарную орбиту есть вот такая классическая схема. Значит, это Байконур очень натуралистичный, уверен, абсолютно все его узнали. Выводим ракету и начинаем строить переходный эллипс. Раз импульс, два импульс, три импульс. Причем, смотрите, они все направлены по касателям. Помним, что у нас есть способ построения этих эллипсов, выдавая импульс по касателям. Построили эллипс, полетели, самая дальняя точка пересекается с экватором, и вот здесь уже поворачиваем орбиту. Ну, собственно, вот это и был тот самый план Капкан. Собственно говоря, высокоорбитальные группировки спутников связи формируются при выведении ракет с Байконура именно таким образом. Но это еще не все. Есть совсем страшная картинка. Давайте посмотрим, что у нее страшного. А здесь у нас так, сейчас нужно не перепутать. Значит, вот орбита стартовая, вот орбита целевая. И нужно нам перевести спутник с одной на другую. А мы помним, если хотим за один заход все сделать, потратим больше, больше ресурса. Значит, нужно как-то это распределить. А мы тут как раз и распределяем звучное название биэллиптический переход между орбитами. Смотрите, мы натуральным образом строим два переходных эллипса. Значит, один угол отклонения — один эллипс, второй угол отклонения — второй эллипс, третий угол отклонения — переход на целевую орбиту. Если нам не лень потом выписывать аналитические выводки, этих переходов может быть и много. И на самом деле примерно так оно и делается. Проблема в том, что там, в общем, уравнения, которые получаются, даже к задаче двух тел, вот такой простой, без всего необычного, там есть восьмая степень и двенадцатая степень. Как правило, четные степени, но, в общем, решать такие уравнения, понятное дело, радости мало. Даже в системах компьютерной алгоритмы. Вторая историческая байка. Что делать, если мы пока не можем вывести космический аппарат на геостационарную орбиту? Такое было в 64-м году. Значит, это архивные, рассекреченные демонстрационные материалы. Это вообще первый советский и первый мировой мощный спутник связи. Он назывался «Молния». Орбита в честь него получила название «Молния». А проблема была следующая. А чего с ним делать? Значит, хотелось вывести на геостационарную орбиту. А, как говорится, не получилось. Не хватало у ракет до тех времен энергетических возможностей. Но, мы-то знаем, астродинамика помогает всем. И, в частности, мы помним, что уже из самых примитивных формул мы видим, что чем выше спутник летит, тем меньше у него скорость. Спутник «Молния» нужен был для того, чтобы ретранслировать телевизионный сигнал в Запаляне. Но давайте попробуем вывести его на орбиту, вот такую вот вытянутую. Наклонение у нее будет такое, что спутник в высших точках траектории будет над полярными районами, а сама орбита будет здоровенная. И там спутник будет лететь довольно медленно. И наземная антенна будет довольно просто за ним следить. Мы, фактически, смотрите, мы, конечно, с наклонением ноль перешли на наклонение 60-го градуса, но зато мы шикарно подделали геостационарную орбиту орбиты высокоэллиптической, взяв от нее ровно то, что нам нужно. А нам нужно не особо заботиться о том, как за спутником следить. И вот оно, вот она орбита типа Молния. Она популярна и до сих пор примером, на самом деле, могут служить спутники серии Арктика. Они для мониторинга приполярных регионах, единственное, они все-таки не связные, а гидрометеорологические. А еще орбита типа Молния, вот здесь, все правильно, тут скрывается, здесь скрыта Евразия, здесь скрыта Северная Америка. Орбита типа Молния оказалась, ну, просто дивно хороша для того, чтобы сначала где-нибудь в одной из этих точек что-нибудь наснимать, а потом в другую из этих точек результаты наблюдения сбросить. Ну, логично, там спутник висит, несколько минут почти неподвижно, поэтому очень удобно использовать для всякого разного. Ну, а дальше, по полной аналогии с этим, у нас межпланетные перелеты. Просто-просто для невероятности. Все, что нужно, это правильно состыковать вот эти вот траектории. Ну, и поработать с изменениями скорости. И вот здесь уже начинается усложненный вариант характеристической скорости. Значит, давайте посмотрим. Характеристическая скорость миссии космического аппарата, это сумма характеристических скоростей, маневров, которые обеспечивают эту миссию. Характеристическая скорость маневра, это та скорость, на которую нужно изменить скорость космического аппарата, чтобы маневр совершился. А еще есть характеристическая скорость космического аппарата. Это та величина, на которую мы можем скорость изменить. И у нас возникает совершенно естественное ограничение. Нам нужно, чтобы характеристическая скорость, заложенная в космический аппарат, была не меньше, чем характеристическая скорость миссии. И это одна из причин, почему в числе предполагавшихся вариантов названия были космические рассказы о максимумах и минимумах. Потому что получается, что с математической точки зрения еще все, о чем мы говорим, может быть сформулировано как задача о поиске максимума или минимума какой-нибудь функции при наличии набора ограничений. Даже если нам не очень интересно что-нибудь максимизировать или минимизировать, математики дают нам возможность это обойти. Мы просто можем сказать, что мы будем минимизировать или максимизировать констант. Тогда от исходной задачи останется просто выполнение всех ограничений. Ну вот пример классической траектории восьмерки. Неудивительно, что самые красочные слайды по поводу траектории восьмерки остались от миссии НАСА. Заодно можно посмотреть, насколько здоровенные характеристические скорости маневров там были. Уже никакие не метры, километры в секунду. Ну логично, потому что нам нужно долететь от одного небесного тела до другого. Но первая траектория типа восьмерка, заодно и первый гравитационный маневр, это станции серии Луна. А вот у нас тут два слайда соседних, на которых можно посмотреть, в чем фундаментальная разница и сложность между тем, чтобы попасть в планету, и тем, чтобы до планеты долететь и чего-нибудь там нафотографировать. Вот это первая в истории миссия, которая долетела до Луны. Луна-2. Значит, смотрите, тут все вроде очень просто, единственное, нужно понимать, что движется Луна, вращается Земля, но вот с первого раза, что характерно, в Луну не попали. Луна-1 стала первой искусственной планетой Солнечной системы. Луна-2 уже в Луну попала, а вот Луна-3 уже вокруг Луны облетела. А по совместительству я сюда запихну еще и классические картинки той траектории, по которой, опять же, примерно все космические аппараты и летали. Это называется трасса Кондратюка. Кондратюк, он же Шаргей, один из теоретиков космонавтики. Можно посмотреть, как часто бывало в прошлом, и в хорошем смысле великая, и в плохом смысле трагическая история жизни. В чем смысл трассы Кондратюка? Если вспомнить, как мыслили себе перелет на Луну совсем в старые времена, то тогда не учитывали вот этой, вроде как сейчас понятной, но на самом деле не совсем понятной штуки. Нам нужно попасть на траекторию планеты, а не в планету как боковую. Попадем в траекторию планеты, тогда просто выше вероятность того, что планета нас захватит, и мы перейдем на замкнутую орбиту вокруг нее. Вот разница, пожалуйста, хоп, извините. Это мы попадали в планету, это мы попадаем на орбиту планеты. А это гравитационный маневр. С помощью него Луна-3 смогла улететь обратно для того, чтобы передать на Землю результаты своим снегам. И, пожалуйста, гравитационный маневр. Вот он, еще один вариант нашей работы. Мы посмотрели, как нам нужно менять орбиту с использованием внутренних сил, а это как мы меняем орбиту с использованием внешних сил. Я сразу покажу вам, как это должно быть с точки зрения большой науки. Вот, пожалуйста, настоящая диаграмма, все варианты изменения скорости в случае гравитационных маневров при наличии диаграммы возможных направлений встречных курсов планеты и космического аппарата. Видите, не одна картинка, не две картинки, а девять картинок. Все прямо бери и выбирай, а потом подставляй нужные параметры. Вот еще примеры мультиков, которые смотрят астродинамики. Это примеры гравитационных маневров Voyager 1 и Voyager 2. И у нас остался последний блок. Мы сейчас как раз посмотрим веселые картинки. У меня были виртуальные помощники ученые прошлого, а сейчас это любимая игра большинства специалистов по космической технике. Это, конечно, Kerbal Space Program, в которой есть большое количество различных вариантов сбора. И сейчас я покажу вам, как такие умные и нагруженные варианты сбора помогают при проектном анализе космических миссий. Это вот гифки, объясняющие различные варианты маневров. Изменение наклонения 1, изменение наклонения и эксцентриситета орбиты 2. И на самом деле у нас остался невысказанный вопрос. А почему мы рассматривали только два направления выдачи маневра? А вот, пожалуйста, вот попытка изменять, выдавать маневр по радиус-вектору. Ну, номинально можно объяснить, зачем нам вообще пытаться преодолеть силу гравитационного притяжения планеты, если можно давать импульс под углом. А с математической точки зрения оказывается, что, во-первых, так затрачиваем больше энергии, во-вторых, вот видите, здесь параметры орбиты болтаются, ну, в общем, сильно неудобно. Мы пытаемся строить что-то типа эллипса-перелет. Но Purple Space Program, как я лично очень был удивлен, когда узнал, это оказывается не только игра, не только учебное пособие, это еще и неплохое средство для написания статей. Вот, смотрите, Springer, аэроспейс-системс, там это самое, индекс цитирования, значит, использовали какую-то из сбора для того, чтобы в нее закладывать свои расчеты. Там же довольно просто дергать параметры орбиты. Между прочим, статья, посвященная проблематике космического мусора. Вот то, где сейчас зашиты значительные интересы мировой астродинамики. Как нам уклоняться от столкновений с техногенными космическими объектами? Ну, вот, пожалуйста, видите, вот и маневры они прикладывают, демоделируют работу двигателей, и все с использованием вот такой мультяшной штуки. Ну и в итоге я не могу не призвать на помощь еще одних виртуальных помощников. У нас есть признанный многими хороший вариант смеси научной фантастики и космооперы, и там как раз законы астродинамики до тех пор, пока авторы не скотились к космооперу полностью, применялись хорошо. Значит, у нас есть три заповеди. Нам нужно наклонение орбиты менять в апоцентре, потому что там маленькая скорость, а апоцентр и перед центр менять в противоположных одних точках орбиты. Астродинамика, ко всему прочему, учит нас терпению. Лучше нам выдать маневр и подождать, пока спутник половинку орбиты пройдет, чтобы увидеть, как результаты накопились, чем выжить все топливо за раз. И в этом есть отличие современных космических аппаратов от современных ракет-носителей, потому что в ракете-носителе мы как раз должны выжигать максимум топлива в самом начале, чтобы преодолеть земное притяжение. Ну и спасибо за внимание. У нас, поскольку неделя МГУ, мы представляем коллектив МГУ и факультета космических исследований, и по QR-коду у нас есть довольно много материалов про астродинамику, про астродинамику с нами и про нас с астродинамикой. Спасибо всем. Вопросы? Так, там, нужно отдавать. А влияет ли космический мусор или астероиды на орбиты спутников? Значит, смотрите сами по себе, как источник гравитационных возмущений, по счастью, пока нет. К нам еще не прилетало ничего такого, чтобы нас притягивало. Но опосредованно, как те препятствия, которых мы должны избегать, конечно, влияют. Международная космическая станция за последние 10 лет катастрофическим образом нарастила число своих маневров коррекции. Именно из-за увеличения количества космического мусора. Как будет решаться проблема космического мусора? Ну, создаются ли какие-то зубники или еще что-то, чтобы его забирать, убирать? Ну, он любит, да, это... Значит, смотрите, одно из самых интересных, что я за последнее время слышал, это идея заставлять все вновь выводимые космические аппараты оснащаться маленькими двигателями для деорбитов. У нас проблема какая? Значит, космический мусор возникает, по большому счету, либо если что-то пошло не так в ходе маневров, либо если мы чего-то не свели с орбиты, и поэтому все вот современные школьные студенческие спутники, если посмотреть, они запускаются железно на те высоты, с которых они за несколько лет сойдут и сгорят. Проблема может быть, если они будут достаточно маленькие. И вот все маленькие космические аппараты предлагаются оснащать дикой двигателями. А еще есть вполне достаточное количество проектов по всевозможным ловцам космического мусора. Они различной степени фантастичности, но в целом сводятся к тому, что нужно набрать в чем-то типа сети этот мусор, и дальше два варианта. Либо свести вниз, сжечь, либо увести вверх на орбиту захоронения. Дальше начинаются естественные ограничения. Чтобы повести на орбиту захоронения, нужно затрачивать дополнительное топливо. Плюс мы выводим уже не только космический аппарат, а космический аппарат с грузом. Плюс на самом деле есть еще одна проблема. Орбита захоронения, как выяснилось достаточно внезапно несколько лет назад, потенциально может тоже служить источником загрязнения. Выясняется, что, судя по всему, части теплоизоляционной обшизни, когда их 10, 20, 30 лет болтаются, никто их не трогает, они под действием, ну, судя по всему, и перепадов температуры и всего прочего, могут отслаиваться и превращаться в такие, короче, приведения космических аппаратов. Тоненькие лоскутки, которые сами себе служат солнечными парусами и могут между орбитами перемещаться. Почему бы тогда их просто нельзя сжечь в атмосфере, или это неологично? Ну, на самом деле, в основном, с маленькими аппаратами примерно так и стараются делать. Вот, опять же, если посмотреть, как сейчас действуют наши молодые частные космические компании, у них среди, так сказать, правильного пиара, в том числе, присутствуют следующие. Мы за экологичный космос. После проведения эксперимента они оставляют либо какое-то количество топлива, либо, если топлива нету возможности, потому что мы аппарат развернули так, чтобы атмосфера его затормозила, чтобы все сгорело в атмосфере. Нет, по поводу загрязнения атмосферы, сейчас, во всяком случае, у нас таких опасений нет. Есть опасения двух типов. Есть опасения, что мы будем сжигать в атмосфере что-то такое большое, что оно в ней не сгорит и упадет не в Тихоокеанском кладбище космических кораблей, а где-нибудь в населенных районах. Это первое. И второе, если там действительно останутся какие-то вещества, которые, опять же, попадут на Землю. Ну, было, в общем, известное количество таких космических городских легенд на эту тему. А не идет ли загрязнение в водные следы, когда испытки падают? Ну, все же, снижается Тихоокеан, Тихоокеан, и... Не идет ли загрязнение окружающей следы? Ну, вообще, если я правильно понимаю, оправдываются тем, что там все продезинфицировалось со временем прохода сквозь атмосферу. И получается, что то, что упало, оно должно быть гораздо более безопасно, чем океанские корабли, которые там затонули. Взял он вот так. Это как и везде. Частично, опять же, частично поэтому этим, вернее, частично оправдывается и уменьшением форм-факторов космических аппаратов, и то, что надо бы их уводить куда-нибудь подальше от Земли. Во-первых, я прошу прощения, не сразу вас нашел, поэтому пришел к концу. Во-вторых, традиционный вопрос, наверное, для всех. Вот с американцами на Луне, с точки зрения астродинамики, как получается у них полет, получался в 70-е годы? Если получался, ответьте, пожалуйста, ловите. Я понимаю, что с точки зрения именно характеристических скоростей вроде как проблем нет. Даже если посмотреть на стандартные, не знаю, форумные споры по поводу того, были ли американцы на Луне, все-таки довольно быстро переходят от споров о недостижимости с точки зрения астродинамики к спорам по поводу дозрадиации, каких-то характеристик фотографий и так далее, и так далее. Что знаю я со своей колокольни? Что первое, те американские астронавты, которые в этом участвовали, они, судя по наблюдениям врачей, таки подхватили дозу радиации, что, опять же, с моей колокольни, косвенно подтверждает пребывание на Луне. Второе, по поводу массоговоритных характеристик модулей, все-таки фотографии орбитальные дают возможность оценить, что объекты в тех точках, в которых должны были находиться посадочные модули, находятся. Ну а дальше можно посмотреть репортаж разрушителей мифов. Разрушителей мифов, опять же, давайте вбросим небольшую перчинку. Они сказали, мы подтвердили, что астронавты были на Луне, но подумайте сами. Может быть, иначе нас бы отсюда не выпустили. А по поводу себя, как ученика научного руководителя, могу сказать, у нас, несмотря на то, что мы математики, полный конфликт поколений. Я считаю, что были, а мой научный руководитель меня тыкает чпиками. Специалист по теории оптимального управления. Опять же, видите как, у нас получается, что с точки зрения астродинамики все должно быть нормально. Я про фамилию спрашиваю. Ну, это конфиденциальная информация. А, я думал, научный руководитель, который бы в студенчестве был. Я думала, в Украине все равно. Ну, конечно. Очень конфлицент. Ну, конечно. Даже в будущем. Сейчас Elon Musk активно в астродинке вводит систему того, чтобы космические аппараты, которые выводят на орбиту спутники и ракеты, шар возвращается, чтобы могли возвращаться спокойно обратно, использоваться много раз. если такие технологии у нас или разрабатываются они. Ну, что, допустим, те же самые спутники в какой-то момент не просто сбросит, а, допустим, чтобы он потом смог сесть и там его уже починить до земли и обратно вывезти, допустим, такое. Ну, смотрите, на Международном астрономатическом конгрессе летнем, летне-осеннем, у нас как минимум анонсировали возвращаемую ракету. Я сейчас могу в названиях запутаться, там предполагается ракета Корона, возвращаемая, плюс вот на королевских чтениях представляли концепцию космоплана для снабжения российской орбитальной станции на околополярной орбите. Поэтому, да, судя по всему, весь мир включается действительно в эту многоразовую горку. Китайские частные компании начали запускать многоразовые ракеты. Так что вот.